Природа является лучшим изобретателем, и многим хитрым ученым это хорошо известно. Есть такой раздел науки, как бионика. Это когда люди плагиатят технологии различных живых существ. И знали бы вы, сколько всевозможных изобретений было создано за последний век только благодаря тому, что их тупо скопировали у животных? И именно об этих технологиях я вам сейчас и расскажу. Начнем с технологии, которую украли у обычных домашних кошек в 1935 году. И знали бы вы, сколько жизней это спасло? Все началось с того, что в одну майскую ночь дорожный рабочий из Ноттингема Перси Шоу, проезжая по неосвещенной дороге, заметил, что глаза кота на обочине ярко отражают свет фар. На протяжении веков черные кошки считались спутниками ведьм, а убеждение, что глаза кошек светятся сами, дожило до наших дней. Однако простой опыт опровергает эту гипотезу. Если посадить кошку в комнату без окон, то в полной темноте ее глаза светиться не будут. Сияние кошачьих глаз объясняется просто. Они отражают свет исключительно от внешнего источника, но делают это с очень низким рассеиванием, поэтому кажется, будто глаза сами по себе светятся. И вот в 1935 году британец Перси Шоу, наблюдая за светящимися кошачьими глазами на темной дороге, задумался и его осенило. В голову парня пришла идея создать дорожные светоотражатели. Это устройство, предназначенное для отражения луча света в сторону источника с минимальным рассеиванием. Перси Шоу довольно быстро нашел материал, способный также эффективно отражать свет, как и глаза кошки, после чего немедленно запатентовал свое открытие. В 1947 году технология кошачьих глаз впервые появилась на дорогах, и ими они оснащены до сих пор. Это позволило не только предотвратить бесчисленное множество автокатастроф по всему миру, но и очень сильно сэкономить деньги государством, ведь обеспечение дорожным освещением каждого переулка было бы очень дорогостоящим занятием. Поэтому светоотражатели стали настоящим спасением. Их изобретатель был удостоен ордена Британской империи, а вот кошек награждать никто не стал. Следующая технология в нашем списке была украдена у тюлени. Во время Первой мировой войны английский флот нес огромные потери из-за германских подводных лодок. Нужно было во что бы то ни стало научиться их обнаруживать. Для этой цели создали специальные приборы — гидрофоны. Они должны были находить подводные лодки противника по шуму грибных винтов. Гидрофоны установили на кораблях. Однако вскоре выяснилось, что во время хода корабля движение воды у приемного отверстия гидрофона создавало шум, заглушавший шум подводной лодки. Долго не получалось устранить этот недостаток. Наконец, известный физик Роберт Вуд предложил инженерам поучиться у тюлений, которые хорошо слышат при движении в воде. Немедленно, досконально были изучены уши этих млекопитающих и вскоре приемному отверстию гидрофона придали форму ушной раковины тюленя, и гидрофоны стали слышать даже на полном ходу корабля. К тому же они позволяли определять направление на источник звука и расстояние до него. Субтитры создавал DimaTorzok